И совсем другая тема, имеющая отношение и к электричеству, и ко всем, кто им пользуется. С нового года в России откажутся от ламп накаливания мощностью 100 ватт и выше. Сейчас они есть, пожалуй, в каждом доме страны. Репортаж Александра Евстигнеева. При словах «включите свет» наверняка каждый представляет это или это, а скорее всего вот это. Обычная лампочка, чего уж проще. Но её делают в 16 этапов минимум. Кварцевый песок, глинозём, сода и в печь. 1300 градусов. Жидкое стекло льётся в форму. Колба готова. Классический вид «груша нельзя скушать» лампы накаливания не меняли 100 лет. Столько же идёт спор, кто первым изобрёл. Ставим точку. Русский учёный Ладыгин заявляет, что изобрёл систему дешёвого электроосвещения в 1872 году. Американец Томас Эдисон пытается отбить патент у конкурентов в 1879-м. Американский суд вынес такое решение, что ни Эдисон, ни Сван не являются изобретателями лампы накаливания. И в судебном процессе всплывало имя Александра Николаевича Ладыгина, который в данных процессах не участвовал. Ладыгину было не до судов. Он горел идеями. Поставил в лампу нить из вольфрама. До этого нити были угольными и бамбуковыми. Откачал воздух. Лампы стали дольше работать. Но цоколь, такой, как сейчас придумал, всё же прагматичный американец. И вот весь мир вкручивает лампу Эдисона. Лишь советская Россия. Лампочку Ильича. Была она открыта именно нашими кашинскими жителями на свои средства. Правда, им помогал Ленин. Вот от этой «Динамо-машины» давно не работает. Зажглась та первая лампочка Ильича. Она станет символом свершений советских людей. И сделает их жизнь светлее и ярче. В том числе на самом высоком уровне. Кремлёвские звёзды изнутри тоже подсвечены лампами накаливания. Размером с футбольный мяч. В этом доме в Боснии обычная лампочка светит 77 лет. Правда, сейчас хозяин включает её только, чтобы продлить рекорд. Европа, а теперь и Россия отказываются от ламп накаливания. Вряд ли в России можно найти хоть одну нормальную квартиру, где не было бы лампы накаливания. Ещё тёплая, только с конвейера. Светит ярко, стоит достаточно недорого. Единственный недостаток – по современным меркам потребляет слишком много энергии. С 1 января в России запрещается оборот ламп накаливания от 100 ватт и выше. Но, например, в московском метро их давно сменили на энергосберегающие. Оставили только в этих маленьких аварийных светильниках. Получилось на треть дешевле и светлее. Вы же видите, у нас на лавочках начинают люди читать. Раньше читали на лавочках. Но, я думаю, не так часто, как сейчас. И не настолько приятно, как в настоящее время. К 2014 году Россия полностью откажется от ламп накаливания. Но даже у перегоревших есть шанс остаться. Хотя бы на Новый год и Рождество. Александр Евстигнеев, Вадим Вяземский, Лилия Зорина, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин